Продолжение следует... Может быть, уже и напомнилось. Важно то, что Иисус Христос, Он принял то, что принимали и другие люди. Он как бы отождествился с нами, братья и сестры. Ему не надо было это крещение покаяния, потому что написано, что Иоанн крестил крещением покаяния. То есть, Он просил, Он говорил, требовал, чтобы люди исповедовали грехи. Какие грехи надо было исповедовать Иисусу Христу? Ему это покаяние было совершенно не нужно. И требовал Иоанн о том, что сотворите достойные плоды покаяния. Тоже, ну что, зачем, и какие ему надо было плоды покаяния? Поэтому Он это сделал ради нас. Мы соединены с Ним, этим вот крещением. Он это сделал ради нас. И для нас это еще раз такое утверждение, что Иисусу Христу это не надо было. Это было сделано, чтобы мы с Ним, мы вошли в Него через это крещение. Мы входим через Него. Но я хочу прочитать и сделать сегодня такое ударение. И даже вот сестра молилась, и она просила такую вот мысль, хочу, братья и сестры, оставить. И такое желание, которое вот здесь, когда мы читаем, то мы можем заметить одну такую очень важную истину. Итак, я читаю Евангелие от Луки, 3 глава, 21 стиха. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Я хотел бы, братья и сестры, обратить внимание наше на вот здесь один такой момент. Дух Святой сошел на Него. Если мы читаем о рождении Иисуса Христа, то мы понимаем, что когда-то, когда было даже, будем праздновать праздник Благовещения, то ей ангел, вот Мария, сказал, Дух Святой найдет на тебя, и поэтому рождение, и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Мы понимаем, что Иисус Христос был рожден от Духа Святого непосредственно. И мы знаем, что вот, когда это событие происходило, крещение, которое мы сегодня празднуем, то это событие происходило уже по прошествии 30 лет, может быть, даже немножко больше, с момента, когда Он был рожден. Мы не знаем почти ничего, что происходило за эти 30 лет. Мы очень мало знаем. Есть какие-то Евангелия, которые не вошли в канон, которые ставятся под большое сомнение, и там такие какие-то вещи записаны, которые бывают иногда совершенно какие-то абсурдные, поэтому это не является написанное от Духа Святого. Но мы знаем, что с этого момента, когда Иисус Христос стал вот этим агнцем, который берет на себя грех мира, и когда Он подставил вот свою, скажем, шею под эту работу Отца, с этого момента Ему нужна была какая-то особенная сила. Вот до этого момента Он был рожден от Духа Святого. А вот здесь, когда Он в 30 лет, Он стал на совершение служения, которое Ему надо было исполнить, Ему надо была особенная какая-то сила. И в Деянии апостола написано, что Дух Святой помазал его силой. И я хотел бы, братья и сестры, знаете, вот, чтобы мы для себя определили, вот, чтобы, когда мы молимся, и когда у нас вот есть, знаете, вот мы были крещеные когда-то в воде, и говорили, вот, ну, вот на самом деле нас есть, мы понимаем, надо крещение Духом Святым. Вот, знаете, вот здесь вот есть очень хороший стимул и очень хорошее понимание, что нам нужно. Чтобы исполнить ту волю, которую вот нам верил Бог. И брат говорил о том, что мы встретимся с какими-то трудностями. И когда мы читаем, вот, следующий, следующая глава, четвертая в Луки, Иисус, первый самый стих, исполненный Духа Святого, мы только что прочитали, что Дух Святой сошел. И написано, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И в жизни людей, которые, я еще раз говорю, братья и сестры, пусть это будет для нас таким хорошим примером, как должно быть. Может быть, у кого-то по-другому, не так, но я хотел бы, чтобы это для нас было хорошим таким примером и образцом. Дух Святой ведет Иисуса в пустыню. И те искушения, с которыми встречается Иисус Христос, и эти искушения, можно тут на каждой из них целую проповедь сказать, что человек, который выбирается Богом для какого-то труда, какие у него становятся препятствия, какие у него становятся на пути искушения, когда сатана чем-то хочет его сбить и увлечь. И это на самом деле хорошее такое наставление, когда дьявол старается устранить работника Божьего. И на самом деле, как здесь вот написано, что и сатана приходил к Иисусу Христу с такими искушениями, на самом деле ли ты Сын Божий? И если ты Сын Божий, то вот покажи и докажи. И я хочу не об этом сегодня говорить, но я хотел бы заострить внимание, что вот когда мы встречаем в нашей жизни какие-то трудности, какие-то искушения, которые приносит нашу жизнь сатана, то я понимаю, что победить вот эти мы сможем, как здесь вот написано, Иисус, исполненный Духа Святого. И вот в одном стихе здесь дважды Дух Святой подменяется. Исполненный Духа Святого и поведен был Духом Святым. И поэтому ничего в нашей жизни случайным не бывает, если мы подчиняемся, вот скажем, водительству Духа Святого. И Иисус Христос, я хочу подчеркнуть, Он когда был крещен, Он понимал, для чего Он, для чего Он здесь, на этом месте в крещении. Он ясно понимал, что Его ожидает и какой Его путь. Вы знаете, мы бываем на самом деле, когда мы принимаем крещение, мы иногда не понимаем, что с нами ожидает и какие у нас там впереди возникают, будут трудности. Но когда, я хочу подчеркнуть, но когда человек понимает, что у него ожидает, то здесь вот написано, я прочитал, Иисус, крестившись, молился. Обратили внимание? И нам надо, вот как людям, которые, когда мы понимаем, что нам надо встретиться, будет какой-то, скажем, Божьей волей, Божьей работой. Мы пришли в этот мир что-то сделать и совершить какую-то волю. Христос знал, для чего Он пришел. И как раз именно вот Он молился о том, чтобы Бог дал ему вот это, ну, я понимаю, чтобы Дух Святой сошел и чтобы у Него была сила. Во-первых, ну, вот здесь дальше искушение. Дальше Иисус Христос, Он, как вот мы читаем, дальше, это будет 16 стих, это его 4 главы. И сразу Он приходит, и написано, что Он возвратился в силе Духа, мы знаем это вот, и возвратился в силе Духа в Галилею, Он вернулся. И дальше написано 15 стих, ну, или, может, даже 14. Я прочитаю то, что сказал. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, и отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Я хочу, братья и сестры, помолиться сегодня, заканчивая наше собрание о том, чтобы у нас были люди, которые бы могли сказать то, что сказал Христос, хоть немного, отдаленно, посмотря на Него. И он, знаете, что он сказал? «Дух Господен на мне, Он помазал меня». Что делать? Братья и сестры, я сегодня, сестра сказала, сестра помолилась, я очень хотел бы, чтобы были люди, которые бы подражали Христу. Когда мы говорим о том, что у нас есть сила Духа Святого, то я хотел бы, чтобы у нас было застряно внимание на это очень важное служение, которое должно быть в церкви. И в церковь приходят люди с разными проблемами. Есть в мире люди с разными проблемами. И здесь Иисус Христос сказал, что Он помазал меня, Дух Святой. Что делать? Вы знаете, когда мы смотрим и говорим, что Бог дал нам силу, то мы обычно где-то смещаем ударение. Но я хотел бы, чтобы мы поставили очень правильно ударение. Что мы должны делать, если мы исполнены Духом Святым? Если на самом деле Дух Святой наделил нас какими-то Божьими силами, способностями, талантами, я очень хотел бы, понимая, что самая важная цель, для чего поставил нас Бог, это проповедовать Евангелие. И когда мы будем понимать, что вот если Бог дает мне силу, то моя задача, Иисус Христос, Он понимал, что это Его цель, пришествие на эту землю. И поэтому вот одним из самых первых заявлений, которые Он сделал на земле, Он не то, что там, допустим, Он может быть вот эта Нагорная проповедь, она, можно сказать, вершина проповеди, когда Иисус Христос говорил о том, что какая вот на самом деле эти законы Царства Небесного. Но Он показал, сделал заявление в начале Своего служения, что Он будет делать. В чем заключается Его пришествие на эту землю? Он встал в синагоге, Он, написано, приходил в синагоги, Он ходил в синагоги, учил их постоянно. И там дальше уже, в этой главе мы можем, Он зашел в одну синагогу, учил, и там проявился, в синагоге был человек, который был одержимый. Проявился этот дух, начал кричать, Иисус Христос запретил. В синагоге Он ходил, и там в синагогах были люди, которые имели какие-то болезни. Сегодня брат говорил, что в синагоге была женщина, которая была скрученная. Приходят люди слушать, в церковь люди разные, и, может быть, они скрученные не внешне, а внутренне скрученные. И здесь написано, что, братья и сестры, вот, Дух Господень на мне, Он помазал меня. Я еще раз хотел бы, чтобы мы это для себя поняли, в чем заключается самое важное, самое первое служение, о чем мы должны. Ревновать, думать, заботиться, переживать и молиться об этом. Вот что самое важное, Дух Господень на мне. И чтобы мы, братья и сестры, вот если мы говорим, Дух Господень на мне, то мы могли сказать, Он помазал меня. Что помазал, что нам Бог дает? Во-первых, благовествовать. Это наша самая первая задача и самая первая ответственность. И поэтому, вот мы то, что до было, до того крещения, когда Бог проговорил, когда Дух Святой сошел, мы ничего не знаем, практически, что было в жизни Иисуса Христа. Но когда Дух Святой сошел, с этого момента, мы знаем, прошло, допустим, какое-то время искушений, Он возвращается в силе Духа, прошло какое-то испытание, и Он понимает, что Его цель, Его задача – это благовествовать. Благовествовать нищим. Я понимаю, братья и сестры, здесь не просто всех нищих, хотя, может быть, это, ну, мы можем там, бывает иногда, говорят, бедные, богатые. Есть нищие, которые богаче всех нас. Им ничего не надо. Есть нищие Духом. И вот именно о них говорит Христос. Это может быть нищие и богатые, и Христос говорит уже в Нагорной своей проповеди, блаженные нищие Духом. И я хочу сказать, что проповедь наша и проповедь Иисуса Христа, она обращается к тем людям, которые нуждаются в этой проповеди. Это на самом деле нищие. Они ищут то, что им взять. Есть люди, которые бедные, то они будут перебирать то, что ты им даешь. Это надо им или это не надо? А нищий, он всегда будет нуждаться именно в том, что ты ему дашь. Не важно, что. Я помню, наша сестра, как-то сестра Дина, она рассказывала, что во время войны она там оказалась в таком нищем состоянии. Я помню, их в деревню спалили, там их выгнали. И она ходила, ей там как ребенку дали такой мешочек, и туда в тот мешочек ссыпали всякую муку. Помните, нет? Всякую крупу там ссыпали, не разбирая. Тут такую, тут такую. И никто не разбирал, что вот эту я буду брать. А эту я не буду брать. Когда человек нищий, он берет все. И именно вот к таким людям, которые на самом деле небогатые, бывают, знаете, а на самом деле, или бывает иногда еще такое выражение в Библии, богатящихся отпустили, это небогатые. Это могут быть бедные, но которые, знаете, так в притчах написано, у одного человека нет ничего, но он себя выдает за богатого. Это в самом деле так. И мы читаем, вот если в последней там книге Откровения, то говорит, ты считаешь себя богатым, но ты нищий, нищий, слеп. И бывает иногда человек не будет слушать Слово Божие, потому что ему это не надо. Он перебирает, он, знаете, считает себя, что это ему важно, это не важно, это ему не нужно. И вот именно проповедь Евангелия, она обращена к людям нищим духом, который очень нуждается в том слове, которое звучит. И если человек нищий, то он берет это слово, он нуждается, он не спать не будет, и он читать будет, он запоем читает это слово. Когда человек приходит к Богу, он начинает читать и бывает его так это важно и не разбирается правильно, неправильно, а потом уже, знаете, так подрос немножко, уже начинает, вот это тут неправильно. И поэтому наша задача благовествовать нищим. Здесь дальше написано послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вы знаете, что Бог почему-то иногда допускает, что есть люди сокрушенные сердцем. Есть люди, которые никак не сокрушаются ни при каких обстоятельствах. Они будут упрямые и упорные и ни с чем их не разобьешь. А вот есть люди, которые, на самом деле, как Давид говорит, что он сокрушен, духа сокрушенного такого, ты не презришь, Исаия, говорит. И мы вот понимаем, что есть люди, которые своими какими-то вот жизнью, обстоятельствами, они настолько разбитые и у них нету никакой надежды. И вот этим людям пришло на землю хорошее слово. И наша задача исцелять сокрушенных сердцем. Мы бывает иногда думаем, что вот там-то человек несчастный, какой-то у него там та беда, та проблема. И мы должны, конечно, донести ему слово. Но не факт, братья и сестры, что у него сердце сокрушенное. И нам надо понимать, что наша вообще задача, как Иисус Христос сказал, что, ну, он говорил, фарисеев там отвергали, они считали себя, ну, как здесь дальше написано, слепым прозрением, они считали себя, что нам не надо это, а он говорит, ну, вы же слепые, но так как вы считаете себя зрячими, то грех остается на вас. И поэтому, когда звучит Евангелие, когда звучит проповедь, есть всегда разного рода люди. Есть люди, которым надо это проповедь, есть люди, которым не надо это проповедь. И наша задача, братья и сестры, находить людей, которым надо наша проповедь, а не говорить всем и не бросать свой жемчуг перед свиньями. Не бросать святыню псам, но должно звучать Евангелие, и я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы молились и просили, чтобы на самом деле, чтобы в церкви были люди, на которых Дух Святой сошел, как здесь вот на Иисуса Христа, и чтобы у них было хотя бы немножко, знаете, как написано, что поэтому помазал тебя Бог более соучастников твоих. Вы знаете, Иисус помазан намного больше, там у Него семь духов, нам хотя бы чуть-чуть, нам хотя бы какая-то часть маленькая, но чтобы мы понимали, Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать, Он помазал меня проповедовать, Он мне помазал, чтобы если люди есть сокрушенные сердцем, они нуждаются, они разбитые, у них нет надежды, они ищут выхода, и чтобы я мог быть тем словом, которое Бог послал этому человеку. И поэтому нам надо об этом молиться, братья и сестры. В церкви должно звучать слово, которое оно будет давать пленникам, которые находятся вот в грехе, здесь написано, пленным освобождение. Есть люди, которые сегодня могут сидеть в собрании, и они будут пленниками, пленниками своих мыслей, своих представлений, они там, знаете, у них там что-то свое, какое-то мнение засело, и очень важно, чтобы проповедь прозвучала так, чтобы у них пришло наконец прозрение, чтобы они, может быть, каких-то здесь написано отпустить, измученных на свободу. Есть люди, братья и сестры, я понимаю, когда Иисус ходил в синагоги, я уже начал говорить, когда входил Иисус в синагоги, в синагогах были люди, искрученные, они слушали закон, в синагогах были люди, которые с разными болезнями, и я говорю, что первая проблема, здесь написано, это не касается проблема тела, самая первая проблема, которую решает Божье Слово, это проблема души человеческой. И если мы на самом деле посланы Богом, то у нас должна быть хотя бы такая ревность, Господи, дай мне говорить так, чтобы исцелялись сердца людей. Вот это надо, братья и сестры. Дух Господен на мне, Он помазал меня проповедовать пленным освобождение и сказать людям, что есть возможность выйти из той ситуации, в которой ты попал. Есть возможность освободиться от того греха, который пленил тебя, и ты заходил в этом. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы об этом молились и понимали. Это очень важно в церкви. И Иисус Христос именно вот это поставил на первое место. Он говорит, Дух Святой помазал меня мертвых воскрешать, Дух Святой меня бесовизгонять. Нет, Дух Святой послал меня проповедовать. А все остальное, оно потом, когда мы проповедуем Евангелие, Бог написано, подтверждал его это слово чудесами и знамениями. Бог подтвердит, насколько ты правильно, насколько ты от Бога послан, насколько, а это не надо на первое место ставить. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы молились об этом, ревновали и понимали. Вот Дух Господен на мне. И именно для этого Иисус Христос в день крещения Он принял Духа Святого. Ему надо было совершить величайшее служение. И я говорю, братья и сестры, вот бывает человек, он хороший. И мы видим в Деяниях апостола, там такой был очень хороший человек, Корнилий. Я думаю, если бы у нас сегодня такие были люди, мы бы их вот в мире, мы бы их без всякого, допустим, размышления могли принимать церковь. Благочестивый, боящийся Бога. Весь свой дом держит послушание, и братья и сестры Библию читают, милостыню дают. Там настолько хорошие люди были. И ангел находит его и говорит, пошли вот там находится Петр. Он тебе скажет слова, которыми спасешься. Вы знаете, что Корнилию надо было спасение. И все вот эти дела, они угодны Господу, это хорошо, но если не прозвучит слово, которое должен сказать не ангел, я повторяю, а должен был прийти тот Петр, там где-то издалека прийти, он должен был сказать, он скажет тебе слова, которыми спасешься. Бог хочет спасать людей, но не ангелы, а люди спасают, братья и сестры. Люди, которые имеют вот это слово, помазанное Духом Святым, нам сегодня, если мы понимаем, что нам дана такая милость, то вот нам дано слово, и здесь написано, Он помазал меня. Я хотел бы, чтобы у нас в собрании звучало помазанное Духом Святым слово. На этой вот неделе я благодарен Богу. так случилось, что вот в нашу группу вот то выкинули вот одно слово, которое наш брат один сказал, потом молодой брат второе, как надо проповедовать. И я советую пересмотреть, я помню эту проповедь нашего брата, епископа сейчас, Сергея Павловича Цвора, я помню ее, я слышал ее вживую на вот этом форуме, когда, ну это были, наша сестра была, но были тут некоторые, но они там не были, они там, семинары были разные, а вот я помню эту проповедь, и на самом деле это запомнилось, наверное, уже может быть лет 7 или 8 это прошло, и я помню очень хорошо, хорошее очень наставление. Очень как важно, чтобы эта проповедь, она была в самом деле под водительством Духом Святым, как готовиться. Я понимаю, братья и сестры, что мы должны использовать все наши возможности для того, чтобы проповедь, которую мы говорим, она прозвучала со всех сторон хорошо. Нам надо готовиться. Если я пришел, и я тут читаю, не могу прочитать, но одно дело, что я могу так и так, мне глаза бывают уже, но когда человек готовится, то он должен подготовиться, хорошо прочитать, внятно. Братья и сестры, мы читаем, Божье Слово здесь написано, что когда Иисус Христос читал, то написано, вот если вы обратили внимание, когда он кончил читать, то он сел. Обратили внимание? Когда Иисус Христос кончил читать, ну, давайте прочитаем, если вы не прочитаете, 4 глава, 20 стих. и закрыв книгу и отдав служителям сел. То есть, когда звучало Слово и понимало, что это Слово от Бога, это книга пророка Исаии, то и у нас раньше было, так понимаю, люди благоговели, стояли. Иисус Христос благоговея, когда читалось Слово, то читалось стоя. А потом, когда он уже, допустим, там рассуждение шло, и написано, что вот когда он учил в храме, то сидел. Когда учил в храме, сидел. Когда вот дальше там что-то, вот эта беседа дальше шла, это сидели. А когда читалось Слово, то это было особое почтение выражалось к этому Слову. И хотя Иисус Христос сам был Бог, но Он выражал это почтение, ну, так, как все люди выражали, читалась истина, самая последняя. И поэтому было благоговейное такое отношение к этому Слову. Поэтому мы должны понимать, когда читается Библия, это особенное Слово. Я должен сам, во-первых, подготовиться, чтобы прочитать это Слово понятно, внятно, и чтобы это Слово на самом деле, оно просто прочитавшее, чтобы люди понимали, это очень важная истина. Это то, что на самом деле оно должно принести пользу. Поэтому я хотел бы, чтобы уже, я понимаю, надо заканчивать собрание, я хотел бы, братья и сестры, вот это моя такая мечта могу сказать и молитва, чтобы в Церкви Божией всегда были такие люди, которые могли сказать, Дух Господень на мне, Он помазал меня, благовествовать, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать и опять проповедовать, проповедовать лето Господне, дальше написано, благоприятное, это день юбилея, год юбилея, это особенное было вот здесь написано, проповедовать лето Господне, благоприятное. И когда этот праздник был, юбилея, то там специально было для этого сделаны трубы, трубили по всему Израилю, начался год юбилея, знаете, что такое юбилея, это не всегда может быть в жизни человека кто-нибудь и застал такой год, потому что он бывал только раз в 50 лет. Но когда был юбилей, счастье было. Все долги прощались. Если человек где-то ушел в другую землю, где-то попал в рабство где-то в своем скажем так народе, где-то там у него какие-то были проблемы, все прощалось, вся вина прощалась, и он должен был вернуться в свою землю. И поэтому это был особенный год, когда отрубили вот этими юбилейными трубами. Эти трубы очень редко использовались. И мы знаем вот такое слово из книги Псалмов «Блажен народ, который знает…» Трубный зов, вот братья и сестры, вот «Блажен народ, который знает, что такое год юбилея, год прощения». И вот это лето Господне благоприятное принес Иисус Христос. Ныне время спасения, ныне, говорит, ныне исполнилось Писание сие. Люди сидят и все кивают головами. А потом, когда Он сказал, еще добавил, то как они отреагировали? Они взяли камни побить, хотели сбросить его, не доходит. Вы знаете, вот это самая, наверное, большая проблема непонимания людей. И Иисус Христос пришел это время такое проповедовать. Юбилейные трубы, братья и сестры, гремели, когда стены Ерехонские падали. Там надо было трубить ими, трубить, трубить и трубить. И этими юбилейными трубами люди знали, что надо делать, какое определенное время, что надо было крикнуть, когда затрубили трубы, крикнули и стены упали. И поэтому в Коринфянам написано, если труба будет издавать неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению? А это говорится в Коринфянам уже о чем? Это о проповеди говорится. Это говорится о слове, которое должно звучать в церкви. И если труба, проповедник, человек, который возвещает Божье слово, издает неопределенный звук, люди не знают, куда эта труба звучит, а потому что эти трубы еще звучали для того, чтобы поднять людей на войну. и народ должен был знать, что это за звук такой труба издает. Поэтому определенные звуки должны были понимать. И если труба издавала неопределенный звук, то люди не знали, это прощение, или это на войну, или это в поход, и что это за труба звучит, и для какой цели. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали и молились, братья и сестры. Это нужда наша, это наша проблема, чтобы если Дух Святой помазал, то чтобы Он помазал меня, и мы могли сказать вместе со Христом, подражая Христу, подражая Христу, братья и сестры, чтобы мы могли помазать, помазал меня, проповедовать, чтобы трудились в проповеди, не отлынивали, не допрятались, зачиток, может быть, кто-то там, пускай кто-то. Но это надо трудиться в слове и в учении. И пусть Господь это благословит людей, что это Дух Господень помазал меня для этой цели. Люди в церкви нуждаются. Есть слепые, я еще раз говорю. Есть люди, которые пленные. Есть люди, Христос говорит, они даже в церкви есть. Есть люди, которые по рабощении каком-то находятся. И этим всем людям надо помощь. И человек, который становится на кафедру, который Бог призвал для того, чтобы проповедовать, он должен понимать, я еще раз говорю, что я любой из нас это не способен сделать. Пленным глаза открыть, освободить людей. Это не моя способность, это не мои таланты этого не сделают. Сделает это Божье Слово, которое помазано Духом Святым. И если Дух Святой помазал, то мне надо эту возможность и способность свою использовать, чтобы люди в церкви получали то, что они должны иметь от Иисуса Христа. И поэтому я хотел бы, чтобы мы об этом помолились. Праздник Крещения это явление Иисуса Христа людям. Когда они увидели, что на Него сошел Дух Святой, и когда они услышали голос, который с неба звучал, «Сея Сын Мой, Которым мое благоволение». Это открылся Бог в трех лицах. И это для нас пример, братья и сестры, давайте мы тоже, если мы когда-то приняли Крещение, может быть, я еще раз говорю, мы не понимаем, для какой цели может быть мы это все, но когда Иисус, крестившись, молился, давайте будем молиться, чтобы дал Дух Святой нам служить Ему тем даром, который Он нам определил для Божьей Церкви. Аминь. Аминь.